Добрый день, уважаемые подвохи! Сегодня в нашем видеобвохе мы с вами пообщаемся о наконечниках. Какие они бывают, для чего они предназначены и в каких акваториях они используются и для каких видов рыб соответственно они предназначены. Итак, с чего же начнем? Все наконечники условно делятся на 1 зубы, которые здесь перед вами представлены и соответственно ногозубы, которые есть вот такого строения. Ногозубы еще в народе называются 3 зубы, 4 зубы, 5 зубы, просто все зависит от количества зубов, которые несет на себе несущая пластина. Для чего нам нужен наконечник? Наконечник прежде всего нужен для того, чтобы добыть наш желанный трофей. Он является расходным материалом на конце гарпуна и он является продолжением этого гарпуна, который соответственно и поражает рыбу. Итак, коротко об их строении. Однозубы бывают разные. Например, в данном случае мы видим классические однозубы. Чем они классические? Они треугольные заточки или же бывает еще четырехугольные. То есть режущие грани условно делятся на три или на четыре части. В основном классический однозубый наконечник состоит из одного флажка. Флажок нам служит для того, когда наш наконечник проходит через рыбу, открывается и соответственно наша добыча не сходит. Он такого плана. Соответственно, когда он проходит добычу, он надежно фиксируется. Наша добыча никуда не девается. Она не ранится, она себя не рвет и не уходит. Такие наконечники в основном используются для таких рыб, как щука или же для трофея. Но есть одна проблема в этом случае. Иногда, когда не располагается на гарпуне, нижний флажок падает. Соответственно, как вы видите, свет бликует от фонаря и он заслепляет нам глаза. Что можно сделать в этом случае? Закрасить его перманентным маркером, либо же сюда вставить резиночку. Это если нам нужен будет именно такой наконечник, который будет работать с таким разлетом перья. Обычно используется классический. Соответственно, перо сверху, фонарь светит снизу и, соответственно, не заслепляет подводного охотника, облегчая на подводную охоту. Сама рабочая часть наконечников бывает покаленная, а бывает, что полностью все тело наконечника калевано. В данном случае мы видим два похожих наконечника между собой. Только вся разница в них в том, что большая часть наконечника, в данном случае этого тела, она более закаленная. Видно по специальному материалу, с которым он состоит. А этот наконечник более-менее закаленный. И, соответственно, закаленные наконечники хорошо используются в тех рельефных местностях дна, там где находятся камни, песок, вот такого плана переменчивого, для того, чтобы он хорошо нес ударную часть и, соответственно, не ломался. Так как это бывает в неправильных конструкциях наконечников. Еще бывают наконечники такого типа. Тоже они однозубые из их подвида, но в простонародье их называют короной. За ихнюю голову, которая имеет такое строение, как будто бы отвертка. Когда она входит в рыбу, она надежно дробит кости, используется для бронебойных рыб, таких как матерый судак, хороший карп, хороший амур, либо же это сон, который он сразу пробивает при хорошем массивском выстреле, обездреживает наш трофей и он, соответственно, не мешает нам всплывать и, соответственно, дальше продолжает сажать его на гулкан, собственно говоря, бороться, одним словом. Какие бывают такие короны? Бывают цельные, в данном виде, с двумя флажками, бывает такая же самая однофлажковая, бывают вообще универсальные наконечники, в данном случае, как мы видим, двухфлажковые, либо же однофлажковые. Но в чем его суть? Эта голова может меняться, в данном случае, если она вышла из крови каким-то образом, мы находимся на подводной охоте, мы можем легко взять и поменять этот угол на другую. Например, у нас нет короны, а есть другая, похожая голова трехгранного сечения. Мы быстренько берем, перекручиваем, это доступно в любых видах перчаток. Конструкторы наконечников так придумали, что это можно сделать легко в полевых условиях. И у нас появился совершенно новый наконечник, совершенно готовый к бою другой конструкции с новыми режущими гранями. Бывает такое, что когда мы садим смену детали, чтобы головы случайно при ударах не откручивались или что-либо не происходило. Можно брать обыкновенную фонку белого цвета, как мы видим, или просто подмотать ее сюда. Вот так как это делается. Вот так подмотали ее, подмотали, нанесли намотку, показываю вкратце. И когда мы накручиваем голову, соответственно, она у нас уже не крутится. До упора закручиваем, и голова надежно зафиксирована. Вот такие наконечники у нас бывают. Еще бывают наконечники из ряда однозубов, еще пару определенных видов. Например, есть такие наконечники, которые тоже используются в пересеченной местности под водой. Какие это наконечники? Первое. Это наконечники со сменными жалами или байкарами. В основном в классике они все используются однофлажковыми. Что в нем меняется? В нем меняется верхний байок, который, соответственно, закаленный, является самой каленой частью наконечника. И, соответственно, получается, что вот он на такой резьбе, на большой-большой длинной резьбе, заходит в тело наконечника очень глубоко. Соответственно, когда он выходит из строя, мы можем точно также в полевых условиях быстренько заменить его на другой и продолжать наши поиски трофея. В чем его плюс? В том, что использует нагрузку только эта голова, остальное все остается целым. Хотя бывают такие товарищи подвохи, которые могут угробить наконечник. Соответственно, он может отломаться. При хороших закачках все думают, что на матерого трофея надо накачать 50 килограмм и пойти в атаку. К сожалению, это не так. Как говорил Константин Павлович Хлебников, достаточно 15 килограмм закачки и хорошего наконечника. Есть такой же его друг, который используется в таких же пылевых условиях. Называется строение наконечника дюбель, конструкция дюбель. Состоит он вот из чего. Из такого дюбеля, который находится в теле наконечника, в семейной голове, скажем так, который надежно фиксируется на резьбе. Соответственно, всю нагрузку принимает на себя только этот дюбель. По истечению его срока службы он легко меняется. Так же само в любых условиях. И, соответственно, сюда тоже можно будет подмотать фонки для того, чтобы мы не потеряли эту голову в случайной борьбе с трофеем. Следующие наконечники, которые всем известны, есть наконечники интересного типа, которые самораскрываются и комбинированные наконечники зарядка и наконечник. О таком наконечнике поговорим поподробнее. Эти наконечники делает Константин Павлович Хлебников. Они бывают тоже со сменными головами. В данном случае мы видим зубило, которое надежно рубит любые скелеты рыбы, пробивая также чешую карпа и бронированных рыб. В чем замечательная конструкция этого наконечника? Первое то, что при охоте с фонарем он нам не мешает, не отсвечивает ничего, потому что он надежно зафиксированным кольцом, флажки наконечника. При выстреле он не открывается и, соответственно, рыба остается здесь. Но этот наконечник себе еще также комбинирует заряжалку. Одним простым движением мы сдвигаем флажки и мы видим надежно зафиксированные флажки, которые нам помогают зарядить ружье. Вот, как это работает, сейчас мы посмотрим. Например, вот наш гарпун. Мы его навинчиваем. Соответственно, вставим фонку, но об этом еще поговорим поподробнее. Видим наш наконечник. Он легко в любых перчатках превращается вот в такое орудие. Соответственно, при выстреле стягается стопорное кольцо, флажки открываются и наша рыба остается здесь. Для того, чтобы нам ее снять, нам не надо пользоваться булавками и прочими карабинами. Достаточно просто собрать флажки, поставить в исходное положение кольцо, протянуть добычу обратно. Итак, выстрел. Флажки есть. Раз. Сложились. Но, для того, чтобы зарядить после того, когда мы посадили рыбнук, достаточно сделать просто движение. Сжать флажки обратно. У нас появилась сильная заряжалка. Мы зарядили ружье, расставили наши флажки и приготовили наконечник боя. Вот такой разряд наконечников. Похожим на него. Есть другой наконечник. С такой же самой фиксацией флажков. Вот. Как он работает? Работает он таким образом. Голу мы открутили. Возьмем, например, колонну. Пускай он будет сбор вот таким образом выглядеть. Итак. Что мы видим? В данном случае мы видим хороший, мощный наконечник на отличного трофея. Итак. Здесь, как он работает? Здесь есть резинка, которая нам помогает раздвинуть флажки. Они зажимаются и отпускаются. Зажимаются с топорным кольцом, который их надёжно фиксирует. Когда мы охотимся с фонариком, нам это не мешает, так как флажки не падают и нет свечи цвета. Когда происходит выстрел, происходит продвижение рапунами, естественно, конечником тела рыбы. И оп! И флажки открылись. Рыба надёжно осталась у нас зафиксированной. После того, когда рыба на кукане, обратно мы собираем флажки и закрываем стопольное кольцо. Но здесь мы его не можем использовать в наконечник, как заряжалку в данном случае. Будем пользоваться стандартной заряжалкой. Мы его зарядили, рыба на кукане, и он готов к бою. И ещё один из видов наконечников, который появился совсем недавно. Называется наконечник с опрокидывающими флажками из проволоки, собственно говоря. Вот, такая замысловатая конструкция. Хотя она известна давно, но у неё есть право жить. И довольно интересно в работе. Чем это всё интересно? О том ещё, о чём не говорили, но разговоры подходят к этому вопросу. Посмотрим его в действии. Вот наш наконечник, навернутый на гарпуне. Вот. И вот так он выглядит. Соответственно, если мы вдруг перевернём стрелу вниз, то есть засветка будет минимальная, но всё равно будет неприятно, когда это всё вдруг болтается или цикатит. Поэтому наконечник находится в такой рабочей части, когда флажки сверху. Итак, что происходит? Произошёл выстрел. Добыча наша делает такое движение. И мы видим, что флажки открылись. Когда флажки открылись, мы посадили рыбу на кукан. И нам её надо снять. Для того, чтобы снять, простым движением мы провалим эту проволоку вниз. Вот, провалилась. И становится вот таким вот образом в таком положении. Ровно по частям режущей грани наконечника. Мы протягиваем рыбу. И обратно нажимаем. И опять наконечник готов к бою. Вот довольно такой интересный наконечник, который тоже есть у нас в продаже. И вы можете с ним поближе ознакомиться. Сделает его тоже. Он, как бы, интересный мастер такой. Дай бог ему здоровья, чтобы руки не болели. Чтобы всегда была фантазия правильная у него. И, соответственно, муза не покидала его для таких изобретений. Это всё однозубы, о которых мы поговорили. Самое интересное, которое будет замыкать нашу историю, это наконечники, называется, слиттип. Чем они характерны? Когда он у нас находится на гарпуне, а наконечники эти используют на трофейную рыбу. Здесь мы видим проволоку, которая вставлена в надёжно закалённое тело наконечника. И он ещё вставляется в определённое основание, как бы в паз, имея вот такие вот большие флажки. Видим, что трос, который закреплённый в этом теле, надёжно защищён на концах, так, чтобы не проскочить мимо. Соответственно, при выстреле большого трофея происходит отщёлкивание. Гарпун остаётся, а трофей уходит с наконечником. И защёлкивает трос на обратной части. Соответственно, он нам не гнёт гарпун, не ломает его, а бережёт. Поэтому и называется слиттип такого наконечника, что он как бы вместе раз, и при выстреле разъединился. Надёжно связанный торсой. Поговорим о многозубах. Многозубы бывают разного вида тип. Для морских охот и, например, для пресных охот, вот такого типа, многозуба. Что у них характерно? У них характерно то, что самое главное, в чём ценность многозуба. Это отверстие для того, чтобы можно было взять пальцами и надёжно зарядить его в ружьё. То есть, как бы он является уже заряжалкой. Здесь тоже самое мы видим, эти отверстия, когда мы можем спокойно зарядить, потянуть за эти пазы. Недостатки многозубов являются тем, что при неумелом использовании ваша рыба превращается в суп-набор. Ну и плюсы, соответственно, этим многозубом, например, охотятся на угля. Он попадает сюда из-за расположения. Он надёжно фиксируется и обратно из-за этих волнообразных канавок он исходит. Есть такие же самые многозубы, но тройного вида, например. Они могут использоваться на щуку. То есть, как бы расстояние у них должно быть вот именно вот такого плана. Чем чаще будут, как бы сказать, грибинцы этого всего наконечника, чем чаще они будут расположены ближе друг к другу. И тем больше мы будем стрелять в щуку, тем надёжнее она будет превращаться в суп-набор. В итоге голова уплыла, тело упало, а мы в итоге не рыбы. Ничего не получается. И последний вид наконечников, в который можно отнести и этот же слептип, и вот такой наконечник, который исполняет фирма Славимар. Чем характерны эти наконечники? По его строению тела мы видим, что мы можем его использовать только для арбалета, потому что если он будет при зарядке сдавать усилие, зарядному усилию 25, допустим, килограмм закачки или более, он здесь прогнётся и поранит подводного уходника. Поэтому эти наконечники находятся на гарпуне, который является продолжением части арбалета, и, соответственно, заряжаются они оттуда, не испытывая нагрузку, и, соответственно, они могут беречь себя. Чем ещё интересны эти наконечники? Эти наконечники выполняются сменной головой. Голова из стали салой, получается, калёная, и она может очень долго служить. Что ещё характерно для таких видов наконечников? Характерно в них то, что у каждого наконечника есть определённая проточка, соответственно, скажем, такое посадочное место. Понижение, одним словом, можем сказать. Если хорошо рассмотреть, гарпуны, которые делает известный мастер Киева Андрей Фокс, он их делает заранее с определённым понижением в 5 мм. Для чего это сделано? Если здесь сразу будет у нас резьба, вот как вот здесь в этом наконечнике для сомнения, вот сниму и мы увидим. Видно, что есть определённая точка слома. В данном случае здесь её нет, потому что если тело наконечника будет садиться, сейчас мы продемонстрируем на этой голове, будем собирать, так сказать. Вот мы её закрутим, и видим, что теперь это понижение, и на него находит ещё определённая часть головы. Она закручена в данном случае до конца, но я вам покажу, что в нормальном состоянии наконечника, он как бы ещё, помимо резьбы, заходит сверху на это понижение. Или же такую выточку определённую, которая универсальна во всех. И, соответственно, вот когда мы накрутим наконечник, в данном случае мы видим, что он спрятался у нас туда в тело наконечника. При каких-то сломах, вот в данном случае, где у меня находится палец, если будет сразу голая резьба, можно сломать гарпун, сломать наконечник, потому что, например, сомн оказывает довольно сильное сопротивление. И благодаря вот этому понижению, там, где тело наконечника зашло, на тело гарпуна, этого не произойдёт. Вот. Это очень важно. Очень важно в конструкции гарпунов и в конструкциях наконечника, чтобы внутри это всё было рассчитано. Для хорошего трофея, для того, чтобы у нас не были подранки на воде, именно от такого плана. Ну, опять же, так как я вам и говорил, если нам нужно собрать наконечник на трофейную охоту, то мы это всё хорошо я, например, просто так вот, к примеру, подмотаю, как я это вижу. Это всё ровненько подмотаем фомкой. Вот. К примеру, я так покажу. Ну, на самом деле, к хорошему трофею требуется хорошая подготовка. Вот. И, соответственно, когда мы будем накручивать наш наконечник, он уже не будет у нас раскручиваться в воде самопроизвольно, а надёжно сядет на тело гарпуна. Это залог хорошей охоты, это залог того, что мы не потеряем трофея, и залог того, что не будет подранков, и, соответственно, не потеряем хороший наконечник. Иногда хорошие наконечники, на хорошего трофея стоят, определённо, хороших денег. Ну, и, соответственно, для того, чтобы охота была удачной, надо соблюдать все эти правила. Если мы идём за трофеем, мы знаем, что он будет накукан, а не уплывёт куда-нибудь умирать. Что я хотел вам пожелать в заключении. В заключении подвохи желаю всем хорошего прозорка и удачных трофеев. Желаю всем подобрать в своей жизни для охоты именно тот наконечник, который будет для вас по душе, который всегда не подведёт вас в ответственный момент перед выстрелом, и который всегда будет с вами как талисман на надёжной охоте. Вот. Я вам всё рассказал. Всё остальное вы узнаете из наших статей на нашем форуме katrangan.com Желаю вам удачи на воде. До новых встреч. До свидания.